Вот этот человек, видите, что сделал? Пригнал трактор. Он сорвал вот эту землю, теперь при таянии льдов, весь бугор пойдет вниз. Татьяна Бондарева, соседка Абдусалима Залбаева, мужчина, обливший себя бензином несколько дней назад, купил землю рядом с ее участком. Вместо холмов, на которых раньше росла земляника, теперь здесь ровная дорога. По словам Татьяны Бондаревой, мужчина разровнял землю трактором. Приезжали люди, которые из госинспекции по охране памятников, вот они сказали, что единственное, что можно сейчас сделать, нужно делать подпорную стену, но какая должна быть тут подпорная стена, чтобы держала вот все это. С участка Татьяны стена земли выглядит не такой уж и высокой, однако на самом деле она выше человеческого роста. Эксперты сказали, что надо укреплять холмы. Местных жителей интересует только один вопрос, кто этим будет заниматься. Подобный сход земли уже происходит в селе Пощупово. Тамара Борисова вместе с мужем Валерием, известным оператором и журналистом, купила здесь участок в 92-м году. Тогда внизу были холмы и земля была ровная. А вот буквально, наверное, лет пять назад здесь тоже, в общем-то, начали сносить холмы, начало строительство. И здесь буквально вот в течение скольких, пяти лет, вот то, что вы видите, поползла земля и с каждым годом она у нас все уходит, мы все уходим и уходим. Земля проседает быстрыми темпами. Как сказала Тамара Борисова, это нас ждет и с участком Абдусалима. По словам местных жителей, эти работы могут привести к катастрофе. Но винят они не столько самого владельца участка, сколько местную администрацию. Земля, которую купил Абдусалим, находится в аренде. Документов на продажу нет, говорит глава Пощуповского сельского поселения Геннадий Коробов. Пока вопрос остается открытым, во-первых, он с хозяином, какие вопросы там решать. Потом, надеемся, будет движение какое-то происходить. И торицы посмотрят, да, есть опасность. Там угрозки как бы не спал. Сейчас решится с хозяином этого участка вопрос, как это все будет, в дальнейшем движение какое-то. В нем он будет находиться, чего он будет делать. Будем с ним встречаться, пока я его не вижу. Абдусалим Залбаев взял в аренду землю для постройки дома, сказал его супруга в интервью для СМИ. Вот только оказалось, что находится она в зоне охраняемого ландшафта. Строй здесь можно, по словам местных жителей, но с большими ограничениями. Определенная высота дома, особая архитектура и так далее. Однако супруга Залбаева говорит, что как раз и запрет на строительство и стал главным толчком для поступка в Москве. Арендная плата за участок составляет 50 тысяч рублей в год. По словам супруги, мужчина решил, что раз здесь нельзя строить, то можно что-то посадить, поэтому и пригнал трактор. Вот только здесь глина, говорят местные жители, и ничего не вырастет. Они не раз обращались и к главе сельского поселения, и в прокуратуру, но все обращения пересылали в местные органы. И хода им, говорят, не давали. Хочу обратиться к господину губернатору. Мы возлагали на вас большие надежды, потому что президент дал указание в свое время сохранить Есенинскую Русь. Но до тех пор, пока вы будете просто пересылать наши просьбы тем, кто и творит безобразие, ничего не изменится. Глава сельского поселения обещал в ситуации разобраться. Он готов встретиться с местными жителями и обсудить проблему возможного обрушения земли. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город.